Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре новиночка 2022 года от фирмы Косодака под названием «Морковка». Очень интересное название. Кстати, на сайте называется «Морковь», на упаковке называется «Морковка», которая, в принципе, нам и рисуется на данной схематической картинке. Очень и очень интересная форма. Что, хочу сказать, что, наконец-то, это какая-то собственная разработка Косодака. Хоть и очень странная, но и пусть зато что-то необычное, не очередная копия чего-то там, сотое копирование друг у друга, здесь что-то интересное. Конечно же, может быть и данная форма есть у каких-то японских производителей, которые не заводятся в Россию, но я, по крайней мере, ничего подобного не видел. У нас идёт серия «Экстрим Эдишн», очень много всяких рекламных лозунгов у нас здесь на пачке, по-всякому расхваливают данную резину, ну и пусть. И опять сзади тоже, ну, привычная всем упаковка Косодака. Много-много рекламы. В пачку нам кладут 7 морковок, что, в принципе, довольно-таки неплохо за цену. В 200 с лишним рублей, не 7 штучек, как по мне, нормальное количество. Силиконовые приманки у нас в размере 4,8 сантиметра. В принципе, довольно-таки крупные приманки. Вот так вот выглядит данное чудо. Ну, назвали морковкой, но, как по мне, кто был на море, знают, что по побережью постоянно там ползают небольшие рачки, которые прячутся вот в такие именно ракушки. И по мне, это именно небольшой такой рачок, спрятавшийся в ракушке. Ну, не сказать, чтобы небольшой. Для именно тех рачков, которые там бегают, это уже такой серьезный экземпляр. И значит, что данные приманки все же лучше, наверное, подойдут для морской ловли. Кому? Кого? То есть, будет напоминать нашему хищнику, такому как окунь, щука и судак данный объект, совсем непонятно. Ну, может быть, какого-то огромного паука, упавшего с ветки, что-то наподобие. Кстати, приманки на ощупь очень даже липкие. Имеют в своем составе много соли. Она и на руках остается, и в упаковке лежит. Соль добавляют для того, чтобы приманки были немного подсплывающие. Пахнет наш силикон очень необычно. Приятный, в принципе, аромат. Я думаю, для рыбы будет то, что надо. Очень плотное тело. Такие вот играющие у нас конечности. Их 6 штучек. Ну, подойдет, естественно. Тут для любого хищника проводка может использоваться, быть стандартная. Как и подброс и пауза на джиг. Головочки на разборной чебурашке. Ну, а в сетный крючок сюда, думаю, использовать будет не очень. Джиг-головка, наверное, самый идеальный вариант оснащения данной интересной приманки. И либо волочение по дну. Может быть какие-то разнесенные оснастки. Тот же отводной поводок. Будем пробовать. Естественно, я с такими формами еще не сталкивался. Очень хочу скорее попробовать данный силикон на воде. На первый взгляд это очень круто. Цвета, как вы видите, невероятные такие. Получается лицо нашей приманки и спинка еще покрашены в разные цвета. Они двухцветные. На сайте можете выбрать из десяти расцветок. Есть как супер яркие, такие зелено-желтые, оранжевые, розовые расцветки. Так и довольно темные, зеленые, черные такие оттенки. Ну, расцветки новые. Расцветки интересные. Расцветки классные. Ну и необычность. Конечно же, может быть как новинка. Рыба еще не видела такого. И будет сходить по ним с ума. Ну, либо увидит, что это морковь. Скажет, я не ем морковь. Зачем мне это надо? И не будет клевать. Но надежды у меня на эту приманку очень-очень большие. Косодака, морковка. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.